давайте начнем тогда сегодня буду рассказывать вот как я поступил на вестерн кота но для начала о себе вот меня зовут рамазан я ученик вот вот я учусь в ниша алматы 7 класса вот мои результаты вы можете видеть сад 1510 8 8 gpa 4 8 gpa считается последние четыре года и здесь вот как сказала дана можете внизу увидеть мои контакты их еще продублирую в конце в чате чтобы ну если будут вопросы пишите потому что я дальше расскажу то что я вот списывался с ребятами которые там уже учатся и не очень дружелюбные помогают всегда ну и я тоже если у вас будут вопросы какие-то всегда отвечу но и в целом я планирую показывать на своей страничке свою жизнь в катаре наверное так что подписывайтесь и следите в целом об универе в который поступил марсвестерн катар это филиал норсвестерна основного который находится в чикаго и это такая программа от катара от катарского фонда которая объединила несколько американских университетов и из каждого взяла по самой лучшей программе которую они предоставляют и создали такой городок университетский education city в котором вот эти университеты и кампусы находятся вот норсвестерн он топ-2 ну по разным рейтингом топ-2 топ-1 по журналистике и коммуникациям и поэтому в катаре представлены только два вот этих мейджора журнализм и коммуникейшн я поступил на коммуникейшн но но это просто вы выбираете в начале заявки на самом деле как нам недавно сказали на сессии с универом то что в течение первого семестра мы будем вообще ознакомиться со всеми предметами совсем чтобы происходить на протяжении четырех лет и во втором семестре мы уже будем декларировать какой именно мейджор мы хотим и они прямо настоятельно рекомендуют чтобы мы изучили оба варианта и решили которые из них будет лучше потому что но все равно через интернет это не то а там в течение первого семестра мы узнаем уже намного больше также помимо норсвестерна в катаре есть карнеги-мэлон это топовый университет в математике и компьютер-сайенс там представлены вроде компьютер-сайенс компьютер-сайенс и бизнес-мейджор и бизнес-администрирование что-то в этом роде также джорджтаун это больше политический университет там международные отношения еще что-то такое и вот в каждом из этих универов тоже есть свои казаки если вам хочется в один из этих универов поступить тоже напишите я могу дать их контакты и вы сможете связаться с ними вот дальше хотел вот рассказать на результатах но потом как я набрал сад 1510 8 текста знают мы достаточно высокие результаты кто не знают но вам предстоит это узнать еще вот ресурсы которые использовал я не на каких ты не записывался я только использовал хан академии это сайт который помогает который дает вам возможность учиться практиковаться дает 10 реальных тестов и очень много разных вопросов там четыре уровня сложности в основном вы будете на третьем и четвертом как начнете и все вопросы они взяты из реальных эти тестов и ну по ним мы и готовились с друзьями аккаунцу на самом деле если честным то которые учатся в нише мне кажется они более-менее с легкостью сдадут айлс потому что у нас грубо говоря с 7 класса готовят у нас все суммативки проходят именно формате айлтса так что сложностей вроде возникнуть не должно но все равно чтобы подготовиться чуть больше и чуть лучше остальных я предлагаю этот сайт айлтс онлайн тест точка ком там вообще в миллион раз больше чем на хан академии тестов по сети вот на этом сайте тестов по айлтсу и вы можете хоть каждый день по несколько раз делать и у вас они не закончатся и ну мне кажется в целом айлтс он легче чем сойти потому что формат более простой он приближен к простым людям и многие больше людей сдают айлтс чем сети поэтому мне кажется и все это говорят что айлтс лучше сдать вначале а потом уже переходить к сети потому что так вы сможете сети проще сдать что вы будете уверены в своем айлтс скоре уровня английского и вот справа я написал как бы мои поинты как я вижу как получить хороший результат это друзья которые тоже готовятся к этим экзаменам не обязательно ваши лучшие друзья возможно они не хотят за границу до поступать просто находите таких же единомышленников общаетесь с ними спрашиваете и следующий пункт это вот сравнивать атмосфер это вот мы с друзьями ходили в библиотеку которая молодежная библиотека на фурманного премьер батыра очень классная бесплатная библиотека много мест и вот мы садились выбирали один и тот же практик тест и решали вот засекали время без использования телефонов без чего прям создавали атмосферу реального теста и сидя в библиотеке они у кого-то дома или просто вот вы дома сидите и онлайн сидите каждый там дискорде это это совсем другое в библиотеке атмосфера прям более-менее как на экзамене если никто не шумит и так вы будете больше готовы морально и ментально вот это мой четвертый пункт вообще я два раза сдавался идти первый раз я набрал 1380 или 1360 и мне кажется самым самая большая ошибка которая совершил это я не был готов морально к этому потому что каждый раз дома когда я садился я очень сильно стрессовал я прям сидел у меня руки потери я думал как как это делать на каждой на каждом тексте останавливался больше чем надо больше 10 11 минут из-за этого ну не очень хорошо набирал а потом думал когда анализировал ошибки думал блин это же легкая ошибка но мне кажется именно важно научиться и быть подготовлен морально сидеть и просто понять что это экзамен один из многих вашей жизни и ничего страшного не будет если вы не сдадите его с первый раз с первого раза всегда есть возможность несколько раздавать конечно он дорогой но что 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 только не сделаешь да ради своей мечты вот consistency я тут написал третий пункт это чтобы вы уделяли этому время время каждый день ну или каждый там через день чтобы это было постоянно на постоянной основе а не так что раз в месяц подготовились там потом за месяц до экзамена и за день до экзамена все это не пойдет вы просто будете вы не будете знакомы с форматом вы можете встретить вопросы которые могли бы встретиться в хан академии но вы встретите их на эти и просто не будете знать как их решать хотя на самом деле просто там всякие лазейки фишки есть которые хан академии объясняет доходчиво там внизу всегда показывается почему этот ответ правильно почему нет на ридинге не совсем это все понятно но как раз таки для этого нужны и друзья которые объяснят вам вот мои друзья я очень часто у них спрашиваю почему вот мы берем именно это предложение удаляем его они другое и так далее и они объясняли потому что я знал что они лучше меня знают и подготовлены к сайте и последнее но не самое после не самое не важное это reflection on previous answers то есть вам очень важно не не просто так сидеть решать решил пошел гулять следующий день решил сделал посмотрел результат пошел гулять вам нужно именно самое главное к сайте это посмотреть какие ошибки вы допустили и какие ответы у вас правильные и понять почему эта ошибка была допущена потому что если вы не будете анализировать вы будете также придерживаться своей логике и делать ошибки те же самые которые вы допускаете на постоянной основе вот я это понял после того как первый раз задал то что очень важно именно брать обратную связь который дает хан академии или друзья ваши те же самые и смотреть и делать все с умом подходить к этому с умом и готовиться аккаунцию ну я не знаю просто вот я говорю если вы в нишу учиться достаточно легко просто слушание говорение вам стоит подкачать самим потому что школе этого мало слушание я просто скачал оформил подписку на нетфликс смотрел сериалы ну и также делал слушание на этом сайте говорение вот у нас очень много спикинг клубов даже виде кишни сей проходили просто записывайтесь разговаривайте не стесняйтесь я бы мог посоветовать вам сказать что с друзьями можете там раз в неделю день разговаривать только на английском но мы пробовали этим никто не занимается поэтому лучше вот на спикинг клубы записывайтесь и там уже все разговаривают и вы будете узнать что-то новое от других знакомиться с людьми и улучшать свой английский speaking моей заявки университет здесь когда вы заполняете common up вам нужно заполнить honors extra curriculars sc ну и дополнительную информацию которая очень просто достается там ничего думать даже не надо вот honors и extra curriculars достаточно важные после сцена на стоят я бы сказал и очень важно правильно их расположить в правильном порядке и выбрать нужные и правильные пункты которые вставить сюда вот я здесь написал это вот мой распорядок который я прям показал и люди же так как читают сверху вниз они читают первым первое вторым второе и так далее поэтому первым я поставил то что я считаю наиболее таким сильным в моей заявке это кистаде олимпиада которая проходила онлайн и там участвовали разные много ребят 840 где-то с разных стран там были с узбекистана с болгари с россии с казахстана и вот я занял там второе место написал что это интернациональный лаву и 10 класс потому что я в 10 классе это сделал и вот почему я поставил на первое место потому что это выглядит очень солидно во первых потому что это кейс стадии бизнес олимпиада во вторых то что бизнес олимпиада вот это вот тоже хорошо что на уроках то у нас нет но вниз есть экономика но я не все не берут и урока как такового бизнес нет мне кажется кейс стадии это такая жизни очень важная вещь так что она прям показывает что я проактивный человек и справлять могу справиться задачи которые на которые нет решения нигде и вам нужно самим к этому прийти с творческим там анализом с провести там реальную статистику найти провести анализ нормальный такой и вот и также то что это интернешнл лэвл я поэтому поставил на первое место следующее это american university in bulgaria multi-talent quest у нас в education usa как раз в группе да она выслала сообщение о том что вот такой конкурс проходит я подумал прикольно можно записаться и там было там был приз за первое место это грант на четыре года в этом университете я подумал почему нет вдруг выиграю но я пошел только финал там было где-то вот 500 аппликантов самого начала и из них выбрали 64 финалиста и если бы не карантин то я бы полетел в болгарию и там уже ну в финале выступал но из-за карантина и мне пришлось это делать онлайн и не полностью насладился этим экспириенсом но все же это достижение и это тоже интернациональный лэвл это сделал я летом между 11 и 12 классом указал 12 и ну и выглядит тоже достаточно солидно но как мне кажется я горжусь и она первое выглядит лучше следующее это юнеско wake up to restore competition это у нас в казахстане проходил такой вот конкурс тоже нам нужно было в инстаграме выкладывать решение ну посты с решениями экологических проблем которые предоставляет вот юнеско нам говорит вот решить проблему там пчелами то что они сейчас очень в плохом состоянии они вымирают невероятно быстрыми темпами и вот такое было четыре таких проблемы на каждую проблему давалось три или четыре дня и мы выкладывали это в инстаграм это нужно было выкладывать в инстаграм и мы заняли второе место с командой я там познакомился с людьми с разных городов очень интересные ребята и вот в чем плюс я это не указал здесь но можно было бы дополнительно а я указал это в экстракурикорс да я что помимо того что нам сказали сделать посты я также так как я занимаюсь дизайном я сделал сайт и мы туда выложили все вот в одно полотно и это было выглядело намного лучше инстаграм который был всех и мне кажется это тоже сыграло свою роль в моей заявке это уже национальный левел и это дело в одиннадцатом классе вот и дальше последние два это гордость школы не дали такую такой значок на пиджак вешается его дали только с десяти процентом школы за разное за олимпиады за участие в соревнованиях за просто активное участие в школьной жизни и вот я это и пишу что for positive impacted school life это уже школьный поэтому она находится намного ниже четвертом месте всего у нас доступно пять он ресурсов которые можем вставить и последнее это просто грант уркен который выдается всем ученикам ниш если вы поступили туда то вот вы можете вписать это на момент когда я поступал мне куратор сказал что девять процентов примерно приняли ну и я написал что acceptance rate 9 процентов и как видите можно увидеть закономерность не только потому как вы видите свои достижения свои награды но и в целом вот более значительными наверно будут интернациональные победы международные всякие соревнования школьные это ну школьная просто может быть у большего числа людей чем международные потому что если вы заняли первое место на международном конкурсе то уже другой человек это первое место не занял а в школьном вы могли вот получить гордость школы но также эту гордость получить ученик ниш шимкент ниш с кемен и так далее и вот это увеличивает пул людей которые конкурируют с вами и также я рекомендую вам заранее задуматься о том какие достижения вы сюда вставить если у вас их нет то поскорее найти и заполнить эту секцию у себя в голове хотя бы где-нибудь там на листочке потому что ну лучше заполнять все что возможно чтобы не выглядело так что не заполнили потому что у вас нету этого и ну это просто понизит вашу конкурентоспособность и я вписал поэтому иркен но если бы у меня была возможность участвовать еще на ком соревнований то я бы участвовал принял участие и вписал бы это возможно оно было бы лучше я бы вписал это там на второе или на третье место поэтому если вы девятом десятом классе то обязательно на всех олимпиадах на всех там турнирах участвуйте но кстати вот сюда не вписывается спортивные достижения поэтому ну спортивный спортом надо заниматься об этом еще скажу про экстракурикулы как буду говорить но здесь вам нужно что-то академическое и например вот многие ребята которые поступили и многие которые поступают они участвуют на летних школах при универах вот аужсбек мой возможно будущий сокурсник который тоже в норсвестерн катар поступил он как раз таки был на летнем курсе летнем типа уркшопе который длился сколько-то там в норсвестерн катаре как раз таки благодаря этому этому этим семинаром которые проходили он узнал и подал сюда и это было бы круто если бы вы сюда вставили и еще в этот универ подали это круто выглядело что вы уже коммитет у университет которую вы подаете например вот сейчас или чуть раньше уже может прошла программа ельская YYGS она очень классная также есть RSI всякие MIT программы стэнфордские программы но они очень тяжело в них поступить может быть даже тяжелее чем университет но если есть возможность очень важно воспользоваться и вот что касается экстракурикулерс здесь вот я указал слева первые потом второе и последние четыре я не вписал но сейчас покажу их получается первым я указал первыми двумя это вот видите работа и стажировка то есть она показывает что я не только учусь но и занимаюсь чем-то помимо учебы что дает мне как бы преимущество перед остальными и я работал и занимался графическим дизайном с 10 класса вот как карантин начался я научился и начинал с логотипов делал потом брендбуки всякие там упаковку и так далее сайты вот начал делать и как мне кажется это самое большое также достижение но это не достижение в стандартном его понимании поэтому это экстракуррикулер активити то есть вне школьное занятие и вот я пишу что я занимался с 10 10 11 классе ер это типа в какой период вы занимались там ер или скул то есть в школьное время ер это весь год брейк это между летом летние каникулы и так далее 14 часов в неделю я тратил примерно посчитал и 40 недель в год и пишу континью то есть я планирую продолжать этим заниматься здесь очень важно также писать правильно правильно подбирать слова потому что у вас всего лишь лимит 150 символов ни слов вот у меня мой друг одноклассник в начале когда заполнял еще много времени было он говорит типа блин как заполнить на 150 слов это каждый это мини сцена каждое активите свой писать но 150 символов это еще сложнее потому что вот 150 символов то и пробел и вот этот и запятая и точка и вот этот end все символы это символы поэтому нужно как можно коротко но в то же время ясно написать чем вы занимались и какие конкретные вещи вы достигли в этой сфере которые занимались вот здесь я пишу сотклайн своя инстаграм михансы на порк платформе креатив логов и брендбукс форказак араб норвежием и сингапурин бизнес компании здесь нет статистики потому что ну я не знаю скольким компаниями сделал лога сколько лога всего я сделал но я знаю каким компаниями дел поэтому и через что я делал поэтому я пишу что вот использовал разные платформы и пишу какие и пишу что я делал и пишу кому я делал и если вы делали только например грубо говоря да представим вы делали только казахским компаниям тогда можно написать кому вы делали конкретно то есть например сделали для бизнеса там предоставляющие услуги всему населению там егов да сделали там я не знаю и так далее это будет более детально чем если вы просто написали дело для казахских компаний непонятно для казахских для казахских а здесь я написал вот разные страны что показывает что я ну мой английский язык мою коммуникабельность то что я ищу варианты не только своей стране но и за границей вот здесь каждому так вот интерншип я работал джуниор дизайнером в бюро я пишу что вот делал упаковку для детической компании детского магазина сделал логотип с помощью вот этого приложения и координировал процесс печати и это тоже показывает чем я конкретно занимался здесь опять же не могу предоставить точные числа точную статистику поэтому я пишу словами вот diet company children's store logo and brand elements и adobe illustrator то есть они сейчас уже понимают как именно эти дела логотипы вдруг я их делал от руки рисовал и потом давал на листочки или вдруг я использовал уже готовые просто искал иконки там соединял это тоже начальный уровень а вот сейчас как бы они понимают что я использовал adobe illustrator программу которая используется как раз таки для этого дальше я пишу про баскетбол потому что ими занимался на протяжении большого времени большого количества времени и как мне кажется нужно разбавить чуть то что я работал а то две работы и уже в голове подстанавливаем ждем дальше дизайн 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 а здесь я пишу что я не только дизайнер а также спортсмен пишу играл в баскетбол играю напряжение уже семи лет создавал тактики обсуждал для тренировки с нашими коучами и участвовал на турнирах разного уровня и вот здесь пишу все additional инфо не вместилось additional но вот так можно мне да она подсказала как раз очень классно что она мне поскал потому что я бы не догадался до этого и в additional инфо секции я как раз таки дописал что этом на каких именно турнирах участвовал я написал вот черка там три на три и так далее и уже там список большой который сюда бы даже не вместился там они увидят это и они узнают что туда нужно зайти потому что написал себе additional инфо дальше я пишу про то что я был как бы организатором проекта для подростков и это комьюнити сервис и или волонтерство и здесь вот вообще как формат выглядит вы пишете свою позицию и где именно это вы делали вот здесь например джуниор график дизайнер и учи в бюро и учи в бюро эта компания джуниор график дизайнер эта позиция но везде так не получится вот здесь выездами я как бы фаундер и опять писать выздом это глупо поэтому мне тоже опять же дано подсказала большое спасибо потому что она действительно это очень полезно вам будут подсказывать и помогать заполнять свою заявку и вот здесь я пишу вместо как бы компании где это дело вместо опять повторение выздом я пишу для чего это делал вот to help local teenagers to find and pursue their passion здесь уже как раз таки видно статистика я провел 20 плюс живую и 7 онлайн митингов не митингов встреч 150 на в общем больше 150 участников собрал и больше 500 подписчиков на инстаграм аккаунте и все additional info и в additional info я написал чем конкретно мы занимались в начале там прям абзац большой вначале я этот абзац использовал своем первом драфте с но потом после ревизиона понял что лучше его убрать но он был действительно хорош и поэтому я его оставил в additional info чтобы было понятно что за проект который помогает тинейджерам найти то чем они хотят заниматься ну вот я и написал как именно мы помогали там дальше компьютер технологии машин лернинг энтузиаст здесь вот я не знал долго как написать кто я именно чем я занимаюсь и поэтому написал энтузиаст я просто прошел курс по пайтону в одиночной сэй как раз таки делали разные модели и вот здесь тоже пишу пять моделей статистика titanic survival используешь матч ауткам тоже конкретные слова не нужно сюда лить воду и дальше пишу что сейчас продолжаю работать над алгоритм который оценивает искусство и вот так вот вы дальше пишите свои активитесь но это предстоит вам в будущем как раз в где-то осенью когда вы будете подавать в последнем году своей школы эти перейдем дальше я готовился как я писал свои сэшки во первых я использовал очень полезный ресурс колледжа сэй гай вот реально очень полезный наши курсы в education сэй также проходили по его блогу по его сайту и помимо этих курсов я сам заходил на сайт и интересовался как писать такое сэ что вообще нужно писать в этом и все что писать в том поэтому обязательно рекомендую сохранить этот сайт и использовать его в дальнейшем мне кажется он поможет не только при поступлении в университет но и в целом вы научитесь писать грамотно и официально но при этом как бы используя свою креативность дальше вот я здесь прикрепил скрин как именно искать то что написать в саплиментал сэй саплиментал сэй это которая почему наш универ обычно но некоторые университеты могут спросить вообще очень странные вещи там какой ваш любимый цвет и почему или вот и чикаго кажется славится своими очень странными вопросами там был вопрос какой-то год что нельзя поделить а что можно поделить на ноль и вы пишете там вот но обычно если вам спрашивают вас спрашивают why this university или why us гуглите просто все про этот университет заходите на этот сайт везде смотрите все что возможно на все ссылки кликайте которые интересны и вот 2 2 пункта которые мне кажется очень важны это искать syllabus и faculty syllabus это курсы которые вы будете изучать в университете когда поступите в него и в своем эсе а почему этот университет вы должны написать ну не должны но это будет полезно написать то что вот мне очень понравилось что в вашем университете есть такой-то курс пишите какой курс который нашли вот на ссылке по они названы университета имя потому что там есть там вот вы предоставляете там супер крутое оборудование там вот это вот это вот это и еще желательно еще глубже заходить потому что многие так и будут писать и вот я как я там на все ссылки кликал и нашел страницу где была информация о том в каком кабинете что проходит я своем сцена писал то что вот когда я планирую поступить сюда я буду заходить в room 238 и брать оборудование которое выдается там до 8 вечера снимать ролики там снимать видео проектные видео и возвращать это оборудование вовремя и вот это мне кажется тоже сыграл свою роль потому что я конкретно показал что я действительно заинтересован в этом университете и нашел эту информацию которая тяжело ищет а факулти почему потому что факулти это те кто учат вас профессора вашей и вам колледжа стоит гайд тоже посоветует писать типа вот ваш профессор там очень хорошо разбирается в сфере которая мне интересно и вы пишете дальше элаборейтите на эту тему почему почему именно этот профессор хорош вы пишете там у него индекс цитирования очень высок или у него есть такой крутой проект и вот важно например вы нашли какого-нибудь там мистера джонсона который увлекается тем же что и вы да но уже профессор в университете и вы попробуйте его загуглить его имя возможно у него в linkedin будет аккаунт возможно просто у него будет отдельный сайт вот я так нашел в другом университете одного профессора у которого был сайт в котором он делал VR проекты а я этим тоже очень хочу это изучать я написал что вот это классно что у него есть вот такой сайт и вот такой проект и вот видите эта деталь скорее всего мало кто напишет потому что зайти и загуглить его в на сайте универа зайти загуглить его в гугле найти его сайт зайти ссылку там так далее мало кто будет этим заниматься если вы будете заходить глубже чем остальные то вы будете показывать свой интерес университете намного лучше и вот слева вопросы которые помогут вам понять на что на какую тему вы хотите написать свое главное это осознаю ли я что я делаю и зачем почему я занимаюсь этим и для чего вот я писал про wisdom проект в большей части потом про графический дизайн и я там как раз таки углублялся в тему почему я этим занимаюсь и как к этому я пришел и вот ссылки это я то что только что сказал и про подумайте о чем могут написать другие если до этого легко додуматься не пишите и вот помимо гугла используйте реддиты статьи посты инфо сессии вот разные университеты проводят всякие инфо сессии приглашают вас через почту заходите на них узнавайте там очень много интересного и полезного будет возможно они там скажут что вот у нас раз в неделю приходит фут-трак который дает новую еду там новую культуру и вы такого короче нигде нет вы пишите об этом об этом нигде на сайте тоже не было написано вот инфо сессии полезные и саб-реддиты тоже внутри реддита ищите там норс-вестерн катар ну его к сожалению нет там не знаю любой свой университет и там будут ученики писать о том что чем они занимаются типа они спрашивают там есть кто ходит на такой-то класс в такое-то время и вы можете использовать эту информацию также что касается letters of recommendation и финансовых документов вот как сказала дана в норс-вестерн катаре финансовые документы отличаются и там нужно заполнять css-профайл в начале когда вы подаете но помимо css-профайла вы заполняете еще катар фаундейшн их заявку и вот справа можно увидеть что там нужно именно очень много документов и все еще нужно нотариально заверять на английском но если ваша компания где работают ваши родители выдадут для справку о зарплате на английском то это уже хорошо уменьшит ваши затраты на универ на нотариуса поэтому старайтесь везде брать все на английском сразу если не получается то придется к нотариусу и вот там везде все нужно про жилье про зарплаты про кредиты накопления также если у вас родители разведены нужно даже договор о разводе перевести и им скинуть потому что везде нужны доказательства и как вот эти документы собрать вот справку с работой о зарплате просто ну вот когда вы начинаете подавать там точно у вас будет она початом пример этой справки крутится поэтому вы будете знать но это типа форма ай-20 в америке у нас это не ай-20 но почти она она там есть графа зарплата отчисления налогов там медицинские налоги и так далее их конечная зарплата без с учетом налогов и нужно эту информацию примерно год брать то есть справку за год работы брать то есть например вы берете ее в сентябре берете по прошлый сентябрь но если больше что вам скажет нужно больше cnpf справка о накоплениях плюс перевести также и из основного банка запросить выписку в каспий банке приложение делается это вообще просто но если у вас не каспий то идете в банковский офис и там же говорите а что касается рекомендашек вот тоже очень важная вещь не рекомендашки написали сразу на английском но если их пишут на русском то нужно перевести также нотариально и вот важный совет лучше запросите их в августе потому что все ну типа я не запросил вам что я думал это же отдых у учителей и зачем их тревожить но на самом деле они только будут рады вам помочь и если вы запросите в августе то у вас будет рекомендашка готова к сентябрю если что-то вам не понравится если вы захотите ее читать там тоже вы по идее два варианта вы можете либо читать и вы указываете что вы читали и помогали учителю с рекомендашкой либо не читать и вы типа не помогали вот если вам что-то не понравится когда вы будете читать то вы успеете сказать учителю и он может поменять потому что вот я просил уже где-то к ноябрю, точнее, к октябрю, в октябре я просил, и они мне скинули прямо почти перед дедлайном, что опасно было, я бы мог не успеть. Поэтому лучше заранее просить. И вот важная вещь, кто заинтересовался в Норсвестерн-Катаре и вообще в целом, следите за тем, есть ли в университете Early Action, потому что в этом году на Early Action очень много взяли студентов, и из-за этого, мне кажется, на Regular Decision уже меньше взяли людей, которые достаточно компетитив были, и, возможно, даже они были более компетитив, чем я, и могли бы поступить вместо меня, если бы они подали на раннюю подачу. Поэтому везде, где в вашем колледж-листе будут университеты и у них будет ранняя подача, лучше попотеть, постараться и заранее отправить заявку Early Action, это до 1 ноября, вам нужно отправить, и он не обязует вас идти в этот университет. Я в Норсвестерн-Катаре как раз-таки поступил через Early Action. И в Норсвестерн-Катаре как раз-таки лучше поступать через Early Action, потому что мест мало, во-первых. А во-вторых, вам еще очень много, помимо этого, нужно будет документов искать, заполнять, поэтому на это очень много времени уходит, и лучше знать, что вы поступили раньше, чем позже. И вот самый главный мой совет – это контролировать весь процесс, укладываться в онлайн и читать внимательнее. Я очень слил, наверное, о том, что не читал внимательно некоторые пункты в некоторых университетах, возможно, поэтому я не поступил в некоторые университеты. Например, в одном университете нужна была справка, которая только для него нужна, и она стоит 350 долларов, но она, грубо говоря, просто это перевод аттестата на английский. И я об этом узнал уже после Deadline, потерял свой шанс. Если бы я прочитал внимательнее, то я бы знал об этом и смог сделать это заранее. Поэтому читайте внимательнее, используйте всю информацию лучше раньше, чем позже, потому что лучше сидеть с счастливым уже поступившим в университет, чем потом париться и искать еще варианты в других странах или брать Копьер даже. Копьер тоже хороший вариант, но просто лучше с первого раза, чем не с первого. И, в принципе, вот на этом все. Если у вас еще остались вопросы, я жду их в чат-боксе. Если они появятся потом, пишите в Инстаграм, в Телеграм. Буду рад ответить, буду рад помочь.